После просмотра этого видео вы, скорее всего, будете в шоке, потому что мы с вами поговорим об очень-очень странном способе маскировки прыщиков на лице. И перед тем, как мы перейдем непосредственно к трюку, давайте с вами проанализируем основные причины, почему прыщики сложно замаскировать. Их на самом деле всего две. Первая это сильная краснота. Если прыщик воспален, то его, в принципе, вот эту красноту очень сложно перекрыть тонально. Что же касается второй проблемы, то это текстурная проблема, потому что любой прыщик создает своеобразный бугорок, который даже если очень круто перекрыть тонально, то все равно вот эту текстуру не спрятать. С первой проблемой, в принципе, уже достаточно просто справиться, потому что на данный момент существует очень много косметических средств с легкой текстурой, но при этом плотным покрытием. Поэтому красноту замаскировать уже не так сложно на самом деле. Что же касается текстуры вот этой вот бугристой, то как раз таки вот с ней больше всего проблем. На самом деле, если проанализировать, самый простой способ что-то замаскировать на лице, это замаскировать эту вещь под что-то, что естественным образом у нас на лице есть. И если проанализировать, что вот создает вот такие вот бугорки у нас на лице, догадались? Нет, это родинки. И если вы сейчас подумали, что это вообще за бред маскировать прыщики под родинки, но вот если подумать об этом, это действительно настолько просто, настолько гениально, потому что родинка сама по себе тоже имеет вот такую вот небольшую текстуру. У кого-то больше, у кого-то меньше, где-то она совсем может быть плоская, но тем не менее, когда мы тонально полностью все замаскировали и у нас лицо однородное уже, однородного уже тона, то дальше нам на выручку придет какое-то средство. Я здесь рекомендую брать какое-то очень стойкое, лучше водостойкое средство. Я сегодня этот трюк выполняла с помощью геля для бровей, как ни странно. Это гель для бровей от NYX, водостойкий и оттенок брюнет. Очень классно подошло по оттенку и, кстати говоря, я вам рекомендую поиграться, найти действительно тот оттенок, который похож по цвету на ваши родинки. После того, как вы уже нашли то средство, которое вам кажется, что подойдет, все, что вам осталось сделать, это взять какую-то очень маленькую детальную кисть, лучше всего кисть для подводки, и сделать своеобразные точечки на тех местах, где у вас прыщики. И после того, как вы нанесете, главное не делайте какие-то жирные точки, потому что это сразу будет бросаться в глаза. И после того, как вы закончите, обязательно пройдитесь спонжем с остатками тональной основы поверх того, что вы нанесли, чтобы все это заблендилось между собой и выглядело максимально натурально. И, кстати, я вам советую, что если вы вот прям тон в тон не попадете, вот чуть-чуть будет отличаться цвет ваших родинок от того продукта, который вы собираетесь использовать, то вы можете этим же продуктом пройтись по вашим настоящим родинкам, и таким образом как бы все у вас на лице станет выглядеть более гармонично. На самом деле трюк этот давно известный, как ни странно, и им уже очень много лет пользуются в Голливуде, голливудским звездам так делают. И голливудские звезды часто имитируют тоже веснушки, потому что покрытие тональное у них очень плотное для ковровых дорожек, для каких-то светских раутов. Но когда сверху на тональную основу наносят веснушки, кажется, как будто кожа сама по себе без тональной основы. То есть вот абсолютно легкое покрытие, либо это вообще естественная кожа. И вот такие вот имитации очень классно работают в этом случае. Обязательно протестируйте этот трюк на себе и напишите мне в комментариях, понравилось вам это или нет. Думаю, это очевидно, но все же скажу, что, конечно, этот способ не работает для тех, у кого очень много прыщиков на лице, у кого воспаленная сильно кожа, акне и так далее. Это лучше всего способ работает для тех, у кого, в принципе, кожа достаточно нормальная, но вот пару таких вот соседей всегда присутствуют нежелательных. Если вам этот трюк понравился, обязательно поставьте мне палец вверх, подпишитесь на мой канал, если вы до сих пор еще не подписаны. А если уже подписаны, то нажмите на колокольчик, который находится рядом с кнопкой подписаться, тогда вы не пропустите мои видео, потому что в будущем YouTube вас начнет оповещать, как только выйдет мой какой-то новый ролик. Поэтому обязательно это сделайте, и мы тогда с вами увидимся в следующем моем видео. Субтитры сделал DimaTorzok